Всем привет! Меня просят рассказать, ответить на вопросы, будет ли в этом году туристический сезон в Турции. Что вообще турки об этом говорят? Думают. Что у вас здесь об этом слышно? Как вам ехать и тому подобное? Что если сложились так обстоятельства, что есть люди, которые хотели бы не просто в отпуск приехать, где-то там задержаться, снять квартиру, что-то пересидеть, переждать и так далее. Про туристический сезон, что у нас здесь сейчас обсуждается. Я как-то видео в одном вам затронула, что да, официально уже сейчас просчитано на данный момент, что где-то 40% туристического бизнеса будет потеряно в этом сезоне, то есть это будут уже убытки минус 40%. Не забываем, что у нас была коронапандемия два года. В общем, новое потрясение для страны в плане туризма. Так вот, что здесь вообще, какие планы? Самолеты задержанные, арестованные, которые в Лизинге, как мы летать будем, вот эта вся перетрубация. Вот смотрите, отменили многие операторы предварительно вот это бронирование заранее, потому что они не могут гарантий вам никаких давать. Непонятно, что вообще, как будет, да, закроют, может, граница, может, еще что-то произойдет. Ну, в общем, вы понимаете, да, это, в общем, ситуация, которую можно предугадать. Так вот, что здесь сейчас в Турции на эту тему происходит? В апреле у нас заезжают отельеры, то есть отели какие-то были закрыты, которые круглый год функционируют. Вот на данный момент планируется пока что, не все еще отели открываются, они готовятся к сезону туристическому, то есть их там где-то ремонтируют, моют, чистят, убирают, в апреле заезжают там гиды. Как гиды будут заезжать, я отыщу информацию не знаю, но даже так же, как и раньше, каким-то образом они будут. То есть для них лазейки всегда найдутся, либо будут набирать гидов из тех, кто сейчас в стране есть. Многие оставались и на зимовку здесь, чтобы не летать туда-обратно, остаются на зиму и потом выходят опять на работу. То есть если гиды в курсе, девчонки у меня такие смотрят, пишите в комментариях, что вы про гидство тут знаете, про этот сезон. По крайней мере, многие отели, да, идет реклама, анонсирование, букинг открыт у них, бронирование номеров на сезон, который начинается в конце апреля, в начале мая. То есть апрель это тот месяц, когда все моется, ремонтируется, кто уже готов, может уже заселять первых жильцов, первые наполнения отеля, но не прям туристов вал, просто индивидуально точечно. Туристический сезон в Анталии, это начинается где-то май месяц, середина мая, потому что в начале мая еще холодно, в этом году еще и зима очень холодная была. Я не думаю, что прям жара такая жаркая будет, что в мае уже можно будет ехать, загорать, купаться. Ну в смысле я в том плане, что не сравнится с июньской жарой, правильно? Еще довольно-таки прохладно будет, но уже припекать должно. Магазины, лавочки, вся история, все, конечно, ждут туристов, они все будут открываться, гиды и вся прочая история. Трансфер, все это планируется на открытие, то есть разговор о том, что кто-то не откроется, все с последнего хотят попробовать все равно что-то заработать в этом сезоне. Если мы берем полеты, как вы знаете, многие мелкие компании, которые, это сейчас в апреле, это идет перетрубация всего этого, турки активно пытаются занять эту нишу, ищут пути различные. Сейчас вообще в Россию без, не как турист, а просто улететь ты можешь в Turkish Airlines, Pegasus, турецкий эконом-вариант, летает, пересекает границу. В общем, идет разговор такой, чтобы переписать в лизинги аэросамолеты на Турцию, лизинговые самолеты у Турции, которые, они на них будут сами летать, создавать чартеры для туристов, то есть туристический сообще планируется открываться и планируют вывозить туристов своими самолетами. Уже я знаю, что с 1 апреля открываются полеты Питер-Анталия, прямые турецкие авиалинии будут летать, прямые перелеты, сейчас они все через Стамбул пока что, то есть вот с 1 апреля это все стартует, а в апреле будет налажиться вся эта ситуация, будет больше информации. Сейчас активно продается билеты Pegasus, Pegasus это эконом, типа, знаете, нашей российской победы, например, это турецкая компания, эконом-вариант там, как она называется, забыла это слово, да, когда там типа или а-ля без багажа полет, вот эта вся история, забыла слово, в общем, вы поняли, да. Вот этот эконом-вариант, лоукостер, вроде она лоукостер, да, кто узнает, напишите в комментариях, я могу заблуждаться в этом. В общем, это такое, туркиш это дорого, подороже класс, люкс, назовем так, хорошие условия, здесь все попроще, подешевле, но и билеты дешевле, точно как Аэрофлот и Победа, дочка их. Так вот, Pegasus очень много открывает, там в Екатеринбург туркиши тоже включили, в общем, следите на сайтах, кто самостоятельный турист, следите на сайтах турецких авиалиний, Pegasus и других каких-то компаний, иностранных, где, может быть, ваш город появится, скажем так, с прямыми перелетами, сейчас должно быть до Анталии, до Стамбула, там, может, до Мармариса, до Алламана, в общем, в Бодрум, эти направления в апреле будут устаканиваться, апрель-май будут открываться больше прямых вот этих полетов каких-то. Конечно, я не думаю, что очень будет большой спрос, потому что курс доллара, не забывая, меня спросили, а путевки будут дороже? Конечно, в этом сезоне будут дороже, чем в том, как минимум, это простые экономические законы. Простите, год назад доллар стоил условно 65-70 рублей за доллар в России, рублей, а сейчас он стоит 90 с лишним, 100 было до 130 на днях, там, да, это две недельки назад. То есть я к тому, что туры, бронирование отеля, оно всегда происходит в валюте фиксированной, в долларах, от этого зависит цена. Топливный сбор в самолетах, то есть это обслуживание самолета, обслуживание аэропортов, они же платят за это, за аренду всяких аэропортов, взлетные полосы, и петроль, на котором они летят, все это оплачивается тоже фиксировано по миру в валюте. Соответственно, это привязано к курсу, и если курс выше, то и эти топливные сборы, все эти прочие сборы с полетов тоже дороже. В Турции, сами знаете, какая экономическая ситуация, я об этом отдельно видео не один раз снимала. И да, здесь подорожало в два раза с января, я вам все это рассказывала, электричество, бензин, то есть ваш трансфер до отеля, ваши там экскурсии, вся история, питание, продукты, доставка продуктов, все прочее, это все подорожало в стране, и, естественно, это все отразится также на путевке. Ну, простите, люди не могут себе в минус принимать кого-то, это же не бизнес, понимаете, это не работа, смысл вообще, поймите, горбатиться работать, чтобы еще своего кармана что-то доплачивать, там за еду, например, для того, есть смысл как бы. Я больше скажу, я думаю, что они сейчас сработают в ноль, то есть зарплату людям, сотрудникам заплатят в отелях, в сервисе всяком, в трансфере и так далее, сами отельеры, отели там или турфирмы где-то маленький процент наварят, или вот участники, у кого свои отели, вот здесь в Турции, они 100%, уйдут в ноль просто, чтобы сезон не потерять, потому что, простите, задания тоже простаивать за ним, тоже надо ухаживать, это тоже в деньги, хоть как-то, короче, закрыть чисто вот свои расходы, без экстра прибыли какой-то, поверьте, они в этот, отельеры, владельцы бизнеса местного здесь в Турции, они будут в ноль, скорее всего, работать, лишь бы просто хотя бы минусы свои закрыть, если они не откроются, все равно за все прочее надо платить, и из своего кармана, чтобы просто это не докладывать. Так что да, путевки должны быть дороже, и это логично. Что хочу отметить по поводу вот этого туристического сезона, мои предположения, что я здесь вижу, ну, конечно, будет напряженная ситуация в плане сервиса до хорошего, да, я, к сожалению, думаю, что сервис будет хромать, это мое просто предположение, может, надеюсь, что так не будет, то есть где-то более раздраженные всякие там официанты, продавцы, там, не знаю, обслуживание на ресепшнах где-то и все прочее, потому что, ну, я вам до этого видео говорила, люди, в принципе, такие на нервике здесь, своих проблем навалом, они будут только услужливые, хорошие, но они все равно считают свои деньги, и дело не в вас, что, там, они не любят туристов или еще что-то, нет, они, в принципе, недовольны просто сейчас своей жизнью, экономической ситуацией, всем сейчас тяжело, у всех есть семьи, дети, все прочее, просто, понимаете, два года просидели дома, полтора сезона туристических не было, потом на 25% запустились, на второй год короны они отработали, типа, это в долгах, в минусах, кредитах, все вот эти туристические, все по приему туристов отелей, я имею в виду сервисы всякие, агентства и все прочее, а в прошлый год уже получше, они восстановились на 40-50%, они даже прибыль не получали в том году, они закрывали прошлые свои долги за простой полтора года за корону, и сейчас вот эта новая история, то есть куда они тоже попадают, и опять лишение, они с прошлых долгов, короче говоря, не вырезали, и сейчас в новые залазят. Туристический сезон, вот здесь, да, планируется все в порядке, министра туризма тут тоже выступает периодически в телевизоре, скажем так, закрывать что-то или там не открываться, не планируют. Вот с самолетами происходит перетрубация, чартеры будут, если сейчас нет где-то предварительного бронирования, подождите конца апреля месяца, начало мая, все это появится, вас там оповестят, турагентство, если вы летите туром пакетным, да, то вам, в общем, будьте, скажем так, я бы посоветовала вам оставить, если вы планируете отпуск, у вас есть на это деньги, оставить свой там номер телефона или почту, вам рассылку, чтобы делать, что там будет понятно, вам расскажут. То есть по факту, да, отпуск должен состояться здесь с этим, не замечается нервозности, тревожности и так далее. Все хотят заработать и закрыть свои какие-то старые долги, потому что люди здесь в минусах конкретно. Они будут хвататься за любую возможность заработать. Просто с такими ценами, например, для России, для туризма, для туристов из России, что хочу сказать, что с такими сейчас ценами я бы, наверное, не брала кредит на отпуск за границей, потому что сумма это ого-го, непонятно, какая экономическая ситуация, шатка неустойчивая в стране, как я потом, сегодня я имею работу, а завтра могу не иметь. И я бы вот в такой момент я бы не брала кредит на такое, ну это некая прихоть, отпуск и так далее. А если у меня есть накопленные сбережения, которые мне не жалко потратить на свой отпуск, тогда почему нет? Если я с последнего и даже в кредит, у меня должны быть какие-то гарантии, уверенность, что я потом хотя бы кредит смогу выплачивать, что я не попаду в какую-то долговую яму, потеряю работу или сокращение какое-то, мне нечем будет это выплачивать. То есть вот эти вот риски экономические, я призадумалась, короче говоря, то есть это рискованно. Я к тому, что не покупайте и организовывайте свои поездки, туры, отпуск, знаете так, эмоционально, импульсно, потому что мне хочется. Давайте включать разум и просчитать риски какие-то, а что если не получится, если я не смогу заплатить, что у меня тогда, какие штрафы, какие проценты и тому подобное. То есть просчитайте, пожалуйста, чтобы потом не было трудностей и разочарований. Вот что я хотела сегодня вам рассказать о туризме сейчас здесь в Турции, о ситуации, что к чему. Спасибо за внимание, пишите ваши комментарии на эту тему, очень интересно будет почитать. Если есть чем информацию, дополните, пожалуйста, в комментариях. Кому нужна моя консультация как психолога, в скайпе, пожалуйста, пишите на почту, она у меня указана в инфобоксе под видео, ставьте лайки на это видео, распространяйте его, мне будет очень приятно. Подписывайтесь. Спасибо, всем пока.